Тринадцатая глава книги пророка Изекииля И было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил? Посему так, говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря, мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. «Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажет ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали?» «Посему так, — говорит Господь Бог, — я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. Я разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет. И вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее». Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, — говорит Господь Бог. «Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к черям народа Твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи, — так, — говорит Господь Бог, — горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. «Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня перед народом моим за горсть ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь? Посему так, — говорит Господь Бог, — вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, И вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваше, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычей, и узнаете, что я Господь». За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, За это уже не будете иметь пустых видений, и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, «И поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим, могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня, и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека, и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего, Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего? Такова будет вина и пророка. Чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы боли не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступивши от меня, и я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору и послал на нее голод и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимую, то сии три мужа среди нее, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же осталась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал, меч, пройди по земле и стал истреблять на ней скот и людей, то сии три мужа среди нее, говорит, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитие, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так, говорит Господь Бог, есть ли и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток, сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. Вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь. Глава пятнадцатая книги пророка Изекииля И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так, говорит Господь Бог, как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима. И обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое. И сделаю эту землю пустыней за то, что они вероломно поступали, говорит Господь.